Настоящая семья вовсе не семь человек, а гораздо больше, уверены Ольга и Василий Савиных. У них 35 детей. Старшему больше 30 лет, младшему только исполнится 4. У многодетных родителей уже 17 внуков. При этом каждому ребенку хватает любви и внимания. Большинство детей приемные, но разделение на родных и неродных в этой семье не приемлют. Считаем, что у каждого ребенка должно быть отец и мать. Чем они хуже других? Мы рады, что мы нужны кому-то. И дети у нас хорошие, и помогают друг другу. Главная награда для родителей – успех и счастье их детей. Но в Международный день семьи награды получает и из рук губернатора. Почетные грамоты и подарки Николай Меркушкин вручил многодетным семьям региона и трудовым династиям. В последние годы в Самарской области в два раза увеличилось количество семей, в которых два и больше детей. Больше тысячи супружеских пар родили и воспитывают по семь и больше сыновей и дочерей. Уже два года подряд в регионе рождаются больше 41 тысячи детей. Это лучший показатель за четверть века. При этом очередей в детские сады больше нет. Современные садики и школы строят и в новых микрорайонах Самары. Если мы так будем работать, создавать все условия для родителей, для детей, для воспитания их, ничего нам не страшно. Ничего. Мы можем все сохранить, все сделать, чтобы наше государство было сильным, великим. И ни у кого рука даже не поднимется для того, чтобы нас попытаться разобщить. В этом году на поддержку многодетных семей в регионе выделят 6 миллиардов рублей. Самую большую сумму в стране Самарская область получит и на приобретение жилья для молодых семей. В 2015-м 2,5 тысячи новых ячеек общества получили собственное жилье. Марина Кравцова, Константин Головин. События.